Здравствуйте! В эфире программа «Знакомые лица». И сегодня у нас в гостях кавалер ордена Дягилева третьей степени за пользу русской культуре, заслуженный артист Чуваши, ведущий солист балета Айдар Хисамудинов. Здравствуйте, Айдар! Здравствуйте! Айдар, я знаю о том, что вы родились в Нижнем Тагиле, затем вы учились в Казани, и что в балет вас привела мама, хотя вы хотели быть сами клоуном. Вот скажите, пожалуйста, как вы восприняли решение своей мамы привести вас в балет, и хотел ли маленький Айдар танцевать? Вы знаете, на тот момент представление, что такое балет и танец профессиональный, было очень далеко от меня. К искусству тяга была изначально с детства, с садика, когда были детские мероприятия. Ну, все-таки там что, зайчики? Зайчики, музыкальные инструменты. После чего в школе был баян, кружу баяна, и пробовал себя в вокальном искусстве. После чего моя мама предложила мне попробовать себя в более серьезной ипостаси, как артиста. Осознание, что такое танец и балет, пришло очень поздно. Перед выпуском, будучи на втором курсе студентом, уже появилось понимание, что такое сцена, что такое танец и чего это стоит. Айдар, а ваши родители имеют какое-то отношение к искусству? Совершенно никакого. Моя мама проработала всю свою жизнь на заводе, поэтому стремление развить своего ребенка, своего сына в чем-то более интересном было очень реянное стремление меня погрузить в этот мир искусства. Вот у нас, у простых смертных, есть такое представление о том, что балет – это очень тяжело. Это в первую очередь приходится отказываться от всего, ну, в качестве от каких-то вкусных вещей, от тортов, от пирожных. Приходится очень много трудиться, много тренироваться. На самом деле, от многого ли вам пришлось отказываться? Что касается еды, то здесь, слава богу, никаких проблем не было у меня. Но главная задача любого артиста в любом жанре – это не показывать, насколько это трудно. Вот это большое искусство. Ну, а все-таки от чего пришлось отказаться? Может быть, от прогулок с друзьями, от какой-то бурной студенческой жизни? Я могу сказать, что детства нет у учеников, студентов, кто учится этой профессии. Детства нет, потому что это серьезный, большой труд, начиная с 9-10 лет. Сил не остается ни на прогулке, ни на отдых. То есть постоянная работа, то есть самовоспитание. Здесь очень большая должна проводиться работа психологическая над собой. И, конечно, это большая заслуга родителей и педагогов, которые взращивают в ребенке уже вот это взрослое сознание. А вы никогда не говорили своей маме «мама, забери меня из этого балета, я не хочу танцевать, я хочу быть обычным мальчиком». Вы знаете, очень часто в детстве были с моей стороны жалобы о том, что я устал, что мне тяжело, что я не могу, что я не хочу. На что мне мама всегда отвечала «не можешь, не хочешь, не нужно, иди и забирай документы». Это тоже воспитание. Моя мама воспитывала меня одна и заменила мне отца, и была очень строга со мной. Айдар, вот многие девочки хотят быть балеринами, а мальчики, наверное, немногие. Вот почему мужчин не так много в балете или мы просто имеем какое-то неправильное представление? Вы знаете, это очень трудно объяснить только потому, что в первую очередь должно быть воспитание со стороны родителей. То есть прививать ребенку вкус искусства, изобразительного, хореографического, вокального. То есть если мы будем изначально акцентрировать свое внимание на воспитании своих детей, на том, что их нужно развивать именно в сфере искусства, чтобы они понимали, что это такое, наверное, интерес больший будет со стороны и мальчиков. А вот для того, чтобы полюбить балет, что нужно сделать? Балет – это искусство визуального восприятия, и эстетика все-таки должна быть присутствовать. Чтобы полюбить балет, скорее всего, нужно его посещать чаще, чтобы видеть разницу. Потому что каждый артист, он индивидуален и превозносит именно на сцену свое восприятие того или иного образа. Потому как он работает над образом, и каждый человек все равно информацию воспринимает через себя, пропуская ее, добавляя, украшая, либо наоборот, приглушая какие-то акценты. Поэтому тот или иной спектакль все-таки нужно посмотреть хотя бы в двух составах. Айдар, говорят о том, что когда вы заканчивали училище, у вас было сразу несколько предложений, в каком театре служить, и вы выбрали наш театр. Почему? Выбор Павлана Чебоксары. Или это байк? Нет, это действительно правда. У меня было 11 приглашений из разных театров России, и по сей день мои друзья и педагоги в училище, они не понимают, почему все-таки я поехал в Чебоксары, небольшой город, небольшой театр. Я все больше и больше понимаю и осознаю то, что в нашей жизни судьба играет большое значение. И какую роль сыграл наш театр на вашу жизнь? Я нашел здесь свою семью, я нашел здесь свою супругу, с которой мы уже живем 11 лет вместе. И я счастлив, что этот человек рядом со мной. Айдар, я сейчас предлагаю посмотреть небольшой сюжет, и вы сейчас услышите, что думает и что говорит о вас ваша супруга Ольга. Смотрим. В силу своей профессии он романтик, он очень нежный, трепетный человек. У нас очень много таких интересов личных совпадают. Это и поэзия, и театр, и искусство, и путешествия. Мы вместе идем по одной жизненной дороге и смотрим в одном направлении. В этом мне повезло, и в этом, наверное, легко с этим человеком. Несмотря на то, что мы вместе 11 лет, я по-прежнему с замиранием смотрю в его глаза. Я очень люблю его. Айдар, вот такие теплые слова вашей супруги. Приятно? Вы знаете, это всегда и лестно, и приятно, и ответственно. А как вы познакомились? Ведь Ольга человек далекий от искусства. Все-таки, все-таки театр, театр нас соединил. Потому как Ольга очень много лет сотрудничает с театром, и мы познакомились именно в театре. На протяжении года мы встречались с глазами, мы здоровались, мы немного общались. То есть любовь с первого взгляда практически? Я бы сказал, да. Все-таки, да. Айдар, вот сейчас предлагаю вспомнить, как вы впервые пришли в наш театр. Вот как прошла встреча с труппой? Как вас встретили будущие коллеги? Мне было очень легко. По одной простой причине. Потому как с труппой театра, и с театром я был уже знаком два года. Наверное, именно это и поспособствовало тому, что я принял решение оказаться в этой республике, в этом театре. Будучи студентом еще второго курса, наш курс старший мальчиков приглашали сюда на практику, на фестивале, который проходит ежегодно, который состоится вновь уже буквально через полтора месяца в нашем театре. Так произошло первое знакомство. На первом же приезде, по первому приезду в этот театр, педагог-репетитор театра Галина Федоровна Никифорова увидела во мне, что можно было вытащить из материала и слепить это во что-то серьезное, уже с полной ответственностью выпуская это на сцену в рамках фестиваля, в галоконцерте. Это современная хореография, современный номер, прикосновения. Так я познакомился со своей основной партнершей Татьяной Альпедовской, ныне уже народной артисткой Чуваши. Замечательно. Айдар, вот я общалась с вашими коллегами, и все в один голос говорят, Айдар очень удобный партнер, с ним очень хорошо вместе готовить номера, он как человек великолепный, он добрый и отзывчивый, он всегда чувствует партнера. И все были вот практически одними словами говорили про вас. Вот как вы оцениваете такое отношение к вам коллег? Вы знаете, это, наверное, самое ответственное и самое приятное, когда тебе дают такую высокую оценку твои партнеры, твои коллеги. Не буду скрывать от того, что в принципе в любом театре взаимоотношения складываются очень тяжело. Вот с легкой руки Михаила Задорнова иногда театром называют Дендерарей единомышленников. То есть это действительно так? Я бы согласился с этим. Да. Я горжусь тем без лишней скромности, что мне удалось за эти 12 лет удостоиться вот этой чести услышать такие отзывы от своих коллег. Айдар, а у вас есть любимый спектакль? Знаете, к каждому спектаклю относишься с любовью. То есть танцуешь всегда, как в последний раз? Стараюсь, да. Особенно сейчас. Но все равно, какие-то партии, может быть, есть? Есть. Из классических балетов это партия Альберта в балете «Жизель» Адана. Это образ Меркуцу в «Ромео Жюльете», в хореографии Юрия Пузакова. Есть любимые партии, партии, от которых ты никогда бы не отказался. Есть партии, которые тебе настолько тяжело даются. Это не потому, что ты их не любишь. Это, скорее всего, потому, что ты еще не готов к исполнению той или иной партии. То есть нужно, как говорят, повзрослеть для нее, набраться опыта? Чисто психологически суметь пропустить через себя. Невозможно передать образ, не прожив его. Но очень часто бывает, выходя на сцену, артист не понимает, что он делает. Я согласен, что балетное искусство, балет, проявление – это технический вид искусства. Но все-таки в стационарном театре, в репертуарном театре хотелось бы в первую очередь зрителю донести образ. Это очень важно. Какую роль играют декорации в спектакле? Задача, которая ставится профессурой ГИТИСа в Москве, что вот этот антураж, который мы пытаемся воссоздать, он ничего не значит. Иногда без бутафории нужно суметь передать образ, сюжет и внешний вид, не одевая на себя какую-то определенную атрибутику того или иного сюжета. Вот это самая главная задача. Но все-таки, так как это искусство восприятия визуального, хочется это все приукрасить. И для отношения, и для подготовки той или иной партии хочется все это вкупе создать, написать одну единую картину. А кто готовит вам сценические костюмы? Вы сами принимаете в этом какое-то участие? Что касается современной хореографии, авторских работ, над которыми ежегодно мы работаем, я, моя партнерша, мой педагог-репетитор. Все костюмы, они обсуждаются, и очень многие костюмы я создаю сам. Говорят о том, что когда вы готовили свой творческий вечер, который назывался «Моя исповедь», вы сказали о том, что здесь классики не место, что это будет современный балет. Это правда? Это был вечер современной авторской работы. Я собрал в свой вечер только авторские работы с глубокой драматургией, с глубокой философией, на мой взгляд. Мне не хотелось принужденности и пафоса. Понятно. Вот просто история любви, прикосновения, танго звучит завораживающе. Поэтому классики как-то здесь, не совсем классика была уместна. Мне не хотелось отвлекать людей от истинной задачи, которую я перед собой ставил. Мне хотелось, чтобы зритель оставался со мною, чтобы вот эта грань была стерта между сценой и зрительным залом. У меня была задача и идея, которую я постарался воплотить на сцене в своем вечере, когда зритель остается, занавес закрывается, а зритель остается со мной на сцене. Когда по верхней части сцены, по заднику, открывался и закрывался второй занавес. Получилось, как вы считаете? Я надеюсь, что да. Скажите, пожалуйста, поклонницы вам не досаждают? Вы знаете, я слышу их не так часто и слышу от посторонних совершенно людей. Мне это очень приятно, когда я узнаю, насколько их много. Но я их никогда не вижу. Разве не ходят специально на Айдара Хисамуддинова? Я слышу информацию, что ходят. Цветы разве не бросают к вашим ногам? Вы знаете, мне очень нравится, что это настолько ненавязчиво, что то, что мы с вами видим по телевизору, как это происходит... То есть публика у нас интеллигентная. Дамы у нас интеллигентные. Вот это ценно. А супруга не ревнует вас? Слава Богу, очень адекватно смотрит. К вашему успеху, к вашей славе. Смотрит на эти вещи. И какие-то лесные отзывы в социальных сетях, когда меня находят, когда оценивают. Благодарности после спектакля в устной форме и с цветами. Это, конечно, все очень приятно. Но я стараюсь реально смотреть на жизнь. Айдар, а вообще как вы относитесь к пиару? К своему собственному? Или вы ждете, когда придут корреспонденты, напишут о вас какой-то интересный материал? Или в интернете появится какая-то информация? Или вы что-то все-таки сами предпринимаете, чтобы вас не забыли? Пиар нужен всегда. Да. Но я считаю, что первые пять лет артист, танцовщик, он делает не только карьеру, он делает себе имя. Но потом имя работает на тебя. Но это имя нужно удержать на той планке. Хотя бы удержать. Я не говорю о том, что его нужно поднимать выше. И самая лучшая реклама, наверное, любому артисту – это сцена. Все-таки, когда артист выходит на сцену, и он достоин тех слов, тех отзывов, которые были о нем. Это лучшая реклама, потому что на тебя пойдут. Айдар, а вот скажите, пожалуйста, как вы расслабляетесь? Как снимаете напряжение? Я занимаюсь строительством. Строительством чего? Это такое хобби? Я построил дом, да. Я очень увлекаюсь стройкой. Я стараюсь себя отключить от информации театра полностью. Слушайте, вы творческий человек, друг строительства. Да, это очень интересно. Там тоже большое творчество. Да вы что? И большая реализация твоих идей. Я стараюсь помогать и своим друзьям. А вот ваши идеи вообще реализовать в жизни удается? Может быть, они такие, что их воплотить-то в жизнь трудно? Несмотря на то, что я артист, я реалист. Понятно. Поэтому я ставлю для себя задачей, которую я смогу выполнить. По возможности. Но мечтаю много. А о чем вы мечтаете? Есть какие-то планы? На ближайшее будущее? Очень много планов, которые я ставил для себя перед собой, уже как 4 месяца исполняется. Я ставил перед собой задачу, что театр, как и любое зрелище, заканчивается. Через 3 года у меня уже будет заслуженная пенсия, и мне нужно будет подумать о чем-то другом. И что, уйдете просто из театра, закроете дверь и все? Ну, как танцовщик, во всяком случае, да. Ну, как педагог, наверное, можете продолжить себя. Время покажет. Я думаю, что да. Время, только время решает все и расставляет на свои места так, как нужно. Иногда не нужно сопротивляться этому. То есть плыть по течению? Нужно иногда дать свободу природе, решить за тебя, направить, когда есть сомнения. О том, что вы реалист, я слышала, но не знала, что настолько. Говорят, что у вас есть еще очень интересный бизнес-проект, который вы тоже сейчас пытаетесь воплотить в жизнь, и мало того, он уже воплощается. Да, это... Расскажите. Я мечтал открыть свой ресторан. Никогда не думал, что это будет так неожиданно для меня. Рестораном это назвать пока трудно. Это кафе. Но что самое интересное, что в этом кафе присутствует все-таки театр. Это и тот же антураж, который я пытался воссоздать в этом заведении. Это же и присутствие театральных афиш. Мне трудно судить о своем детище, тем более на тот период, когда идет процесс становления. Я надеюсь, что наши гости нашего кафе оценят и дадут свое резюме тому делу, которым я себя пытаюсь сейчас воплотить. Судя по вашему загару, вы совсем недавно где-то отдыхали. И отдыхали в теплых краях. Мы с супругой съездили в начале февраля в две страны. Это Вьетнам и Камбоджа. Эта поездка была совершенно не похожа на курортный отдых. Это были рюкзаки, это были сандалии. И мы проездили две страны с посещением храмового комплекса в Камбодже Анкор. Если раньше было желание отдохнуть, расслабиться, это полежать на пляже, вкусить лучи солнца, то сейчас все больше и больше хочется познавать, познавать, познавать. Айдар, и не могу не задать вопрос. Ваши творческие планы на ближайшее будущее? Потому что до пенсии все-таки, слава богу, еще три года. И как-то мы очень надеемся, что будем видеть вас на сцене нашего театра. Какой спектакль нас ждет? Какие ваши роли? А о какой роли вы мечтаете? Каждый артист, наверное, мечтает исповедаться перед своим зрителем, рассказать все самое дорогое, самое настоящее, то, что скрыто от зрителя. Как и любой человек, артист хочет, чтобы вы немного пожалели. Но не в плохом восприятии этого слова. Пожалели, в понимании поняли. Угу. К чему шел человек, ради чего и какими силами это давалось. А человек-то сам это понимает? Это настолько тонко, что в реализацию вот этой идеи важен человек, который будет это все переносить на сцену, то есть постановщик. И мне бы, наверное, хотелось вынести на сцену образ самого себя, того настоящего, со своими минусами, со своими плюсами, с тем отношением, которое есть вокруг него, с теми людьми, которые идут рядом с ним. Но, опять же таки, глядя в реальность нашего мира, может быть, это и не стоит делать. Потому как твои поклонники, тот зритель, который ходит на тебя, он знает тебя уже настоящим. Я очень надеюсь, что вы нас все-таки удивите, что вы найдете в себе силы и внутренние резервы, чтобы нас еще раз, еще раз удивить и удивлять. Это главная задача перед любым артистом – удивлять и держать своего зрителя, своего поклонника. Не будем понижать градус нашей любви к вам. Спасибо. 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 Редактор субтитров А.Семкин